На Ямале в 2020 году планируют открыть десятки приютов для безнадзорных животных. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель окружной службы ветеринарии Евгений Попов. Он отметил, что ежегодно в округе отлавливают до 8 тысяч бездомных животных. Задача нашей службы ветеринарии – это оказать содействие муниципальным образованиям, непосредственно выезжая на места. Эту работу мы уже начали. На сегодня муниципальное образование представили нам общую потребность в приютах для животных без владельцев. После анализа, корректировки мы сошлись на цифре 31. То есть у нас на 1 января 2020 года должно быть создано, построено или адаптировано, потому что на сегодняшний день у нас нет ни одного приюта, есть только пункты передержки. Ну и плюс те условия, которые есть у наших волонтеров, зоозащитников, то есть таких вот сердобольных людей. По словам руководителя окружной ветеринарной службы, в регионе совместно с общественниками разработана дорожная карта. Это план мероприятий, направленный на искоренение проблемы безнадзорных животных. Некоммерческие организации будут вовлечены в процесс выстраивания работы муниципальных приютов, отметила на пресс-конференции член Общественной палаты Ямала Наталья Пантюшева. Задача Общественной палаты в решении этого вопроса будет отработка с некоммерческими организациями, с теми общественниками, с сердобольными людьми, которые на сегодняшний день есть в муниципалитете, помогать выстроить вот эту деятельность на сегодняшний день, которая актуальна для НКО. Это просветительская деятельность, деятельность по гуманному обращению с животными. Мы же говорим не только про безнадзорных животных, мы говорим о тех животных, которые на сегодняшний день являются чьими-то животными, самовыгул. Эта просветительская работа должна вестись, и я думаю, что это должно лечь как раз-таки на плечи НКО. Общественная палата в этом смысле готова помогать, сотрудничать, помогать, выстраивать эти все работы. Муниципалитетам будет предоставлено право самостоятельно определять численность животных, подлежащих отлову. Их содержание в приютах планируют осуществлять за счет средств окружного бюджета в виде предоставления субвенции муниципальным образованиям. Мы при расчете субвенции в проекте законоделения полномочий считаем, что у животных вообще три пути после того, когда упало приют. Первое – это находится владелец. Второе – животное содержится пожизненно в этом приюте. И третье – это животное поступает, карантинируется, ставится чип, стерилизация, адаптация социальная, работа там с филологами, с кинологами. И если мы понимаем, что собака, она адаптирована, социализирована, то есть она не будет представлять опасность, она выпускается на волю. Как сообщает информационное агентство Северо-ПРС, большую работу по сокращению численности безнадзорных четвероногих поможет начать вышедший в декабре прошлого года федеральный закон об ответственном обращении с животными. Его реализация на личном контроле губернатора. В ближайшее время вопрос создания муниципальных приютов планируют рассмотреть на Совете глав.